Невозможно уехать с опытного поля в центр. На транспортную проблему жители Ульяновска неоднократно жаловались в соцсетях. Ранее спасала 69-я маршрутка, но несколько месяцев назад ходить она перестала. Вопрос решили в Министерстве транспорта через Центр управления регионом и систему инцидент. 69-й маршрут у нас прекратил свою деятельность в сентябре 2020 года. У нас переводчик сдал свидетельствия, после чего он положенные свои 8 дней откатал. Сейчас мы проводили потом в дальнейшем два конкурса. Как правило, перевозки по данному маршруту никто не выходил на данный конкурс. Потом по многочисленным прорывам граждан через систему инцидент-менеджмент, как обратная связь у нас на почту губернатора и в отзывах в инстаграмах и в социальных сетях, и также по поручению губернатора и главы города, был возобновлен с 25 января. Коммерческая ценность маршрута невелика, однако оставить жителей окраин Киндяковки без транспортного сообщения с центром города нельзя. Доехать до опытного поля теперь не только просто, но и достаточно комфортно. На смену старым газелям новенькие Семазы. Сейчас существует три рейса. С конечной улицы Профсоюзная автобус стартует в 7.30, 12.05 и 13.05. Вам он подходит? Вообще вам он нужен? Да, на опытное поле обязательно, потому что очень мало маршрут, который туда едет, только 74-я. Насколько я знаю, к бабушке езди и все. То есть очень хорошо, что 69-й теперь есть? Да, потому что ее отменили и слава богу, что его теперь опять как бы разрешили и поэтому хорошо. Вопросы общественного транспорта входят в топ проблем всех жителей региона и находятся на личном контроле губернатора. Отслеживать обращения помогает система инцидент. За 2020 год через систему поступило порядка 17 тысяч обращений, в том числе 663 вопроса, связанных с критикой транспорта. За январь 2021 года уже поступило 147 обращений по данной тематике. Перед Министерством транспорта поставлена задача повысить качество пассажирского обслуживания на территории области. Поэтому сейчас сотрудники министерства выезжают в каждое муниципальное образование и там мы изучаем маршрутную сеть, выявляем те населенные пункты, куда не заходят автобусы, изучаем состояние автобусов, смотрим жалобы граждан, которые есть по транспортному обслуживанию. За подобными хорошими делами скрывается титаническая работа многих людей. Полученные тысячи обращений сортируются, распределяются по ведомствам, отрабатываются механизмы решения проблемы, изыскиваются финансовые возможности. Павел Половов, Владимир Куликов, Новости Улл, Правда и ТВ.